Девушки отдыхают И каким образом аферисты лишают покупателей сдачи Ну не может быть такое, прям мы считали сдачу, давали 8 рублей А также мошенники становятся богаче на 20 тысяч рублей за 30 секунд А посетители этого ресторана теряют все свои деньги Нас кинули! Добро пожаловать на шоу «Мошенники» Программу, которая раскрывает секреты самых популярных афер, практикуемых в России Наши мошенники! Сергей, опытный махинатор Благодаря своей природной наглости всегда добивается того, что хочет Настя, роковая красотка Ее внешность и мастерство способны опустошить кошелек любого мужчины Александр, ловкач со стажем В мгновение око может обчистить ничего не подозревающую жертву И, наконец, Стася, самая молодая, но не менее наглая аферистка Она обведет вокруг пальца кого угодно Все трюки и приемы, которые они умело продемонстрировали в нашей программе Были засняты скрытыми камерами Если вы будете смотреть внимательно, вас никто не сможет обмануть Все участники нашего шоу были обмануты по-настоящему После этого им были возвращены все деньги и вещи Участники согласились, чтобы мы публично показали отснятый материал Программа задумана для того, чтобы вы не попадали на уловки мошенников в будущем Уловки барменов Поздний вечер пятницы Толпы людей осаждают бары и ночные клубы Посетители в отличном настроении Но это ненадолго Ведь за барной стойкой сегодня устроились мошенники А это значит, что для кого-то вечер будет безнадежно испорчен Александр принимает первый заказ А мне это шли Нам срок, да Они сделали заказ на 500 рублей Но давайте узнаем, довольны ли они напитком Ну хорошо чувствуется алкоголь, но хорошо, что он не чувствуется вот здесь Представляете? Ну это что-то типа этого Возможно они заговорили бы иначе, если бы знали, что на самом деле налил им Александр Если я хочу обмануть посетителя Я сделаю следующий трюк Я возьму бокал Обмахну его Блюдце и там джин Чтобы ощутить вкусовые качества алкоголя Далее я насыпаю лед Бутылка с джином И когда я наливаю, я делаю вот так Несколько капель наливаются Теперь я добавляю тоник На самом деле в бокале несколько капель джина, остальное тоник Но посетитель думает, что здесь настоящий коктейль Пока Александр обманывает клиентов, Настя принимает заказ Здравствуйте, как дела? Ой, нормально Что-нибудь будем заказывать? Нет Она наливает им двойную порцию бренди Пожалуйста, приятного вечера Спасибо Давайте узнаем, что думают посетители о своих напитках Девушка-бармен, она очень красивая Она такая, мы когда подождите сели, она углубнулась нам миленько И мы поняли, что кивы заказывать у нее вообще бесполезно Решили сказать что-нибудь посерьезнее, чтобы не было стыдно перед ней И если пить, так пить, то заказали бренди Напиток как надо, девушка налила в порцию стандартную Все как надо А при красоте такой девушки, по-моему, градус значительно увеличивается Когда вы заказываете выпивку, бармен использует обычный металлический мерный стаканчик Но если бармен захочет вас обмануть, он берет это С виду они одинаковые Но в этом к донышку прикреплено три металлических диска Это позволяет уменьшить объем Поэтому, когда вы думаете, что вы заказали двойную порцию Сначала правильно отмеренная порция На самом деле вы получаете одинарную Затем порция по методу Насти Разница почти в половину И все благодаря волшебному донышку Пока Александр и Настя наполняют стаканы А посетители их опустошают Сергей трудится в другой части бары На этот раз он не зажимает горлышко пальцем И посетители могут увидеть, сколько алкоголя попадает в стакан Очень вкусно Бармен при нас все это наливал То есть это красиво Все струилось, очень красиво Мне очень понравилось Когда за барной стойкой стоит Сергей В стакане всегда оказывается гораздо меньше алкоголя Чем должно было быть Но как он это делает? Когда дело касается выпивки То в большинстве баров используется вот такой дозатор Работает он так Одевается на горлышко бутылки Соответственно Потом мы наливаем стакан жидкость Считаем до трех Раз, два, три Когда бармен хочет обмануть клиента Одевается вот такой дозатор В принципе никакого отличия Единственное что Смотрим в чем эффект Считаем так же до трех Раз, два, три На выходе получается Что клиенту не доливает ровно 50% алкоголя И соответственно Я за ночь, если так буду манипулировать Могу заработать и сэкономить Очень солидную сумму для бара А клиент соответственно Не получит свою порцию алкоголя Которую он оплатил Если нормальный дозатор Позволяет отмерить обычное количество алкоголя Тонкий носик экономичного дозатора Пропускает только половину порции Мне казалось так, как надо Мы уже настолько с тобой пьяные Чтобы не определить, какая порция Ну честно просто У нас ворожило просто Мы не заметили этого Наверное, сложно сказать Потому что тоник он чуть-чуть дырковатый Из-за этого непонятно Есть алкоголь или нет Мне кажется, здесь один тоник Не столь важно Мы не настолько прям Можем на глаз определить объем И состояние данного напитка Но нас устроило все полностью Я сама видела, как он лил То есть я не думала Я не знаю, как он так умудрился это сделать Мне казалось, что только сколько нужно Отдыхая в барах Обращайте внимание на качество И количество алкоголя в своих бокалах Если вы сомневаетесь в честности бармена То заказывайте лед, водку И другие ингредиенты отдельно И сами их смешивайте Но лучше ходить в знакомые заведения Если вы хотите смешанные напитки Или коктейли То бармен их делает так, чтобы вам было вкусно А если он заметит, что вы смотрите Он, естественно, будет делать все правильно Помните Задача любого уличного мошенника Привезти жертву в замешательство Пока несчастные соображают Они быстро его обшаривают Или заговаривают до беспамятства Спастись можно Только совершив что-то неожиданное Двигайтесь, жестикулируйте Или просто постарайтесь рассмеяться Как только жулик почувствует, что он теряет контроль Он оставит вас в покое Запомните Чтобы дать отпор уличному мошеннику Действуйте нестандартно Когда вы непредсказуемы Вы неуязвимы Помните о том Что если кто-нибудь предлагает вам спор Наверняка он на все сто уверен в своей победе Даже если вам кажется Что выполнить условия проще простого Обязательно появится та деталь На которую вы просто не обратите внимания И проиграете Наши мошенники прямо сейчас покажут вам Как поспорив Можно развести доверчивых посетителей бара На бесплатную выпивку Жертвы легко соглашаются на пари Потому что абсолютно уверены в победе А зря Поверьте Шансов на выигрыш у них нет Ведь все всегда идет по плану мошенников Смотрите и учитесь Эти ребята даже не подозревают Что Настя собирается развести их На бесплатную выпивку Берем обычную карточку В данном случае права Я кладу их на край стакана Для фокуса мне нужны монетки Как вы думаете Сколько монеток Поместится на краю карточка И карточка не перевернется А можно сверху там на карточку Нет, только вот на этой части А, только на краях? Да Монетки три Если выигрываете вы за каждую монетку Да Вы получаете по пиву А если выигрываю я То, соответственно, за каждую монетку Угощаете меня вы А тебе немного будет? У нас еще весь вечер впереди Ты уже проиграл, да? Получилось Этот молодой человек Не смог положить ни одной монетки Мошенница довольна Видимо, ей известен какой-то секрет Что я делаю? Я наливаю воды Смотрите, карточка как будто прилипла А, ну это понятно Так ничего Почему ничего? Это химия Пока химия Это химия Раз Ну, на край, на край Пожалуйста Ну ладно Может, оттягиваться можно? Прям не падай Три Нет, можно все кольца положить А вот эту аферу Удобно проворачивать на центральных улицах С кучей ресторанчиков Дело в том, что в теплое время года На летних верандах собирается очень много людей Они расслаблены Их внимание рассеяно И этим успешно пользуются мошенники Одно время я жил напротив такого ресторанчика И частенько наблюдал, как люди оставались безналичными Многие москвичи любят посидеть на веранде кафе или ресторана Однако, наслаждаясь едой и напитками В приличном заведении Вы также можете стать жертвой бессовестных мошенников Выдающих себя за официантов Смотрите, прямо сейчас Афера «Липовый официант» Сейчас Сергей направляется в ресторан с летней верандой Он заходит и, уютно расположившись за столиком, подтягивает кофе На самом деле, мошенник наблюдает за обслуживающим персоналом и верандой Когда кто-нибудь сядет за столик, Сергей начнет действовать В этой афере он будет изображать из себя официанта Ждать ему приходится недолго Появляется пара, которая занимает намеченный жуликом столик У Сергея появился шанс Он спокойно выходит на веранду Прихватив с собой по пути пару меню Добрый день Здравствуйте Пить что-нибудь будете? Войдя в роль, Сергей, как настоящий официант, принимает заказ Эспресса двойная Вы знаете, у нас только сейчас новые правила Дело в том, что Очень сильный случай, когда люди уходят, не расплатившись Вот, поэтому нужно оставить залог А сколько? Наличные тысячи рублей Все равно потом будете расплачиваться Сдачу мы вам принесем Летняя терраска, сами понимаете За всеми не уследишь Вот, а порядочность, все-таки, людей тоже Иногда Оставляет желать лучшего Хорошо, сейчас я Да, сейчас я принесу Сергей замечает еще одну пару клиентов на другой стороне веранды Недолго думая, он подходит и к ним Чтобы дополнить образ официанта Аферист использует тряпку Которую он позаимствовал здесь же Что будет спить? Нет Кабучина Хорошо, а вы? Тоже кабучина Ясно Только единственное, что вы понимаете У нас такая ситуация сейчас Участились случаи, когда люди уходят, не расплатившись Наш мошенник действует по той же схеме Иногда люди уходят вот так раз Не расплатившись В это время настоящая официантка Выходит на веранду к клиентам Это очень опасный момент Она может что-то заподозрить И Сергея поймают на месте преступления Но на его удачу девушка проходит мимо И мошенник спокойно уходит через второй выход Вы готовы сделать заказ? Вы показали? Одну секундочку, я сейчас посмотрю Официантка выяснила, что заказа так никто и не принял Она возвращается на веранду Может вы опишите вашему официанту, который брал у вас заказ? Так, получается официанту толстый Толстый Такой мужчина, белый лобашки Светленький Все, он как? Вы знаете, у нас такие люди не работают Мы даже подумали, что нам вешают лапшу на уши Но мы об этом подумали, когда уже отдали деньги Получилось так Чуть позже мы подошли ко второй паре И рассказали, что произошло Нет, подобным образом меня никогда не обманывали Хулиганство какое А, я понимаю Теперь Сергей в поиске новых жертв И даже дождь не помешает его планам Он приметил потенциальных жертв А также неубранный столик Грязная посуда послужит отличным реквизитом для его аферы Сергей входит внутрь и оставляет свои вещи Затем выходит и начинает убирать соседний столик Когда он приближается к выбранным жертвам Они принимают его за обычного официанта Здравствуйте Я сейчас принесу меню, пока можете заказать попечку Что будете? Медвень есть Медвень есть Хорошо, а вы что? Кофейку Тем, кто находится внутри ресторана Кажется, что Сергей знаком с молодыми людьми Единственное, как вы знаете, у нас в связи с такой ситуацией На летней терраске отслуживания Мы должны завод просто оставить Ну, завод просто оставить Делать нас в ближайшем, когда люди уходили, не расплатившись Это достаточно убедительный аргумент Поэтому они тут же протягивают деньги Сергей заходит внутрь и забирает свои вещи Поскольку на этот раз он должен будет пройти мимо столько жертв Мошенник применяет новый трюк Теперь посетители уверены, что Сергей скоро вернется В считанные секунды аферист исчезает вместе с деньгами клиентов А к столику подходит настоящий официант Возьмите какой-нибудь аферики А мы же заказали Кого могли бы сказать? А вот другой официант подхотел Я единственный официант работы в серверанде К тому мы залог оставили Нас кинули! Заказали глинтвейн, кофе, даем тысячу рублей Потом подходит другой официант В форме игры у нас таких не работает Помните, заранее платить свой заказ вы можете самостоятельно Если это предусмотрено правилами заведения Во всех остальных случаях наличные деньги и кредитная карта Должны оставаться у вас до тех пор, пока не принесут еду и напитки Только так вы можете убедиться, что человек, который подходит к вашему столику Настоящий официант Если на улице к вам подходит с просьбой разменять крупные банкноты Проверить, настоящие ли это деньги Или за каким-либо денежным советом Лучше отойти в сторону и ничего не советовать Это только поговоркой говорится, что совет ничего не стоит Еще как стоит, если при этом у вас в руках окажутся чужие фальшивые купюры Будьте внимательны, на улице никогда не берите в руки чужие деньги Они могут оказаться всего лишь приманкой, которая вам очень дорого обойдется Азартные игры это большие деньги и везение Не зря их так любят аферисты На специально организованную нами игру мы пригласили обычных людей и профессиональных крупье Они не знают о том, что сегодня Александр и Сергей собираются выиграть обманным путем Мы уже расставили по местам камеры для того, чтобы вы увидели, как они это делают Прямо сейчас, разводы в казино Не все мошенники, которые приходят в казино, делают это для того, чтобы обобрать заведение Некоторые являются суда, чтобы завладеть вашими деньгами Разменяйте, пожалуйста, мне, держите Фишки – это внутренняя валюта казино Они могут стоить несколько тысяч рублей Что превращает их в желанную добычу для наших мошенников Украсть фишки с края – это классический способ завладеть фишками со стола Но по-настоящему нахальный способ – это украсть фишки прямо с игрового поля Саша стоит за игровым столом и внешне ничем не выделяется среди других посетителей казино Александр еще не сделал ни одной ставки, но денег у него уже прибавилось Скажем, кто-то сделал ставку Каждый из фишек – две тысячи рублей Под предлогом обмена денег я забираю три фишки И тем самым тот, кто поставил четыре фишки, он становится на шесть тысяч беднее Этот способ мошенничества принес некоторым людям немалые деньги Сейчас мы увидим, как проворачивается эта афера Один игрок положил пять фишек на стол Александр под предлогом обмена денег присваивает себе две чужих фишки Обратите внимание, кражу не заметил ни Крупье, ни другие игроки Есть еще один проверенный способ незаметной кражи фишек У стола, где играют в Blackjack, Александр кажется просто наблюдателем, желающим удачи Игра продолжается, а Саша уходит с краденой фишкой стоимостью в пять тысяч рублей Но как ему удалось это сделать? Те, кто воруют фишки, они работают в любой части казино И они очень изобретательны Следующая афера была изобретена девушкой Она ее практиковала несколько лет, пока ее не поймали То, что проделывала эта девушка, было весьма хитроумно Она брала вот такой вот стакан, затем она смазывала дно чем-то липким Или, как в моем случае, мы наклеили сюда двусторонний скотч После этого стакан наполнялся непрозрачной жидкостью, любой, кроме воды И девушка, подходя к столу, делала вот такой вот жест Она желала удачи игрокам, а фишка тем образом приклеивалась к дну стакана Теперь представьте себе следующий момент Когда всю ночь эта барышня ходила от стола к столу И брала вот такие фишки стоимостью 2000 рублей, а то и выше То она снимала весьма неплохой куш за одну ночь В казино Александр кажется таким доброжелательным Вам желаю удачи Но на самом деле он только что прикарманил 5000 рублей Но есть и еще более смелые способы, как воровать фишки с игрового стола К примеру, мы берем моего оппонента Александра Как только я собираюсь якобы выйти за стола, что я уже окончил играть Я двигаю фишки в его сторону И когда встаю, невзначай, беру несколько его фишек Он не замечает, я, соответственно, спокойно ухожу Но если он заметил, я думаю, что в крайнем случае я могу сказать, что я просто обознался И опять-таки я выйду сухим из воды Спасибо большое Ну, приятного аппетита Сергей уходит, и никто вокруг ничего не замечает Но если вы посмотрите внимательно, то увидите, что он только что забрал несколько фишек Принадлежащих игроку, сидящему рядом Есть еще один хитроумный способ, как завладеть чужими фишками Для этого мы проведем небольшую подготовку Этот фильм называется «Литкие ручки» Как вы видите, к манжету рубашки я приклеил двусторонний скотч Специально для того, чтобы вам было видно, как это происходит Я его сделал белым Соответственно, когда вы делаете вставку Вы берете и, отвлекая внимание, как бы опираясь Кладете руку таким образом, что фишка приклеивается к манжету После этого, легко непринужденно, вы кладете ее в карман Вот и все Давайте я за вас покажу Еще Давайте посмотрим на это еще раз Игроки в казино могут рассчитывать только на удачу Наши мошенники с помощью хитрости и обаяния уже заработали более 10 тысяч рублей Не сделав ни одной серьезной ставки Когда вы пришли в казино Поменяли свои деньги на игровые жетоны заведения, на фишки И теперь положили их перед собой на стол То практически что вы сделали? Вы считаете, вынули бумажник, вынули из него купюры и разбросали их на столе Конечно, эта ситуация опасная Будьте бдительны Человека иногда очень просто сбить стол Например, для этого достаточно три раза за несколько секунд толкнуть человека И поверьте мне, что третьего раза он уже не заметил Поэтому я всегда сначала готовил свою жертву, а потом уже начинал действовать Итак, всегда обращайте внимание на людей, которые пытаются подойти к вам поближе Прижимаются, встают сзади или сбоку от вас Будьте внимательны Если вас столкнули в потоке людей, проявите бдительность Карманники часто отвлекают внимание подобным образом Сергей, Саша и Настя долго и упорно тренировались Чтобы научиться похищать вещи и деньги прямо из-под носа у жертвы Воровство – это постыдное ремесло, которое жулики совершенствовали веками И вот пришло время, когда наши мошенники проверяют свои навыки на обычных людях Прямо сейчас рубрика «Искусство кражи» Карманники просто обожают работать в толпе А одно из наиболее людных мест – это оживленные перекрестки со цветофорами Находясь там, будьте особенно бдительны На перекрестках часто возникает скопление народа А где толпа, там кошельки, плееры, телефоны и портмоне Прохожие думают, что их вещи надежно спрятаны во внутренних карманах и сумках Но для наших мошенников нет ничего невозможного Они без труда выудят свою добычу Это самая изощренная уловка карманников – кража в три хода Аферисты занимают места по обе стороны оживленного перекрестка Стася и Сергей стоят на левой стороне дороги Саша на правой Когда загорается зеленый, наши мошенники переходят дорогу вместе с остальными пешеходами Смотрите внимательно Меньше чем за 30 секунд ребята становятся богаче примерно на 20 тысяч рублей Их добыча – телефоны и кошельки Никто не заметил, как они это провернули Кроме вас Как вы помните, Стаси и Сергей заняли исходную позицию на левой стороне перекрестка Их жертва – вот эта брюнетка, которая стоит перед ними Стаси выступает в качестве живого счета Чтобы никто не заметил, что происходит Сергей тем временем ловко крадет у девушки кошелек Пока что не заполучили бумажник, в котором лежат 5000 рублей Не считая скидочных и дисконтных карт А также кредиток Неплохо, но это только начало Смотрим дальше Теперь Стася должна помочь Саше, который двигается с противоположной стороны перехода Саша наметил себе жертву Девушка слева Его также интересует содержимое ее сумочки Пара секунд и мобильный телефон жертвы в руках мошенника Жертва пока ни о чем не догадывается Тем не менее, Саша должен как можно быстрее избавиться от улики В этот момент в игру вступает Стася Пути наших мошенников пересекаются Саша ловко передает вещь своей напарнице И украденный им телефон оказывается в сумочке у Стаси Которая мгновенно растворяется в толпе Пока что выручка аферистов составляет около 10 тысяч рублей Но все еще впереди Наблюдаем за третьей, последней кражей Все снова на исходных позициях Сергей намечает третью жертву Мужчину в темных очках, стоящего справа от Саши Пока Саша кладет мобильный телефон в сумку Стаси Сергей ведет себя на редкость неуклюже Столкнувшись с мужчиной, он извлекает из кармана его сумки еще один телефон Тут же передает его Саше И кража в три хода завершена Итак, выручка наших мошенников Два мобильных телефона и кошелек с деньгами и кредитными картами Посмотрим аферу целиком Мошенники разбогатели на 20 тысяч рублей А трое прохожих пали жертвами дерзкой, хорошо отработанной кражи в три хода Довольно-таки большой поток движения, очень долго стояло Я ничего подозрительного не заметила Нет телефона Ну, у меня воровали телефон в метро Ну, чтобы на переходе Нет Нет Я подошел к светофору, чтобы перейти дорогу Перехожу Молодой человек сталкивается со мной Какая-то ситуация такая непонятная Я пошел себе дальше Ничего необычного не заметил Опа-на Обращаться в милицию Другого выхода не вижу Буду преть осторожнее Тот, кто взял кошелек, давно уже ушел И найти будет нереально Я в шоке Обычно карманники работают группами и быстро заметают следы Тот человек, который непосредственно вытаскивает глаз в кошелек Расстается с ним в течение нескольких секунд А сам растворяется в толпе После этого шанс вещество вора минимален Работа сообща позволяет мошенникам наиболее эффективно обчищать чужие карманы И, конечно, проще всего им действовать в толпе Люди собираются на тротуаре, готовятся перейти дорогу Их внимание сосредоточено на светофоре Карманникам только это и нужно Мошенники заранее выбирают жертву Конечно, в первую очередь они ищут легкую добычу Открытые сумки или бумажники в задних карманах Но иногда мошенники просто виртуозно обрабатывают жертву Сценарий весьма простой Если они чувствуют крупную добычу То они, как охотники, загоняют жертву в ловушку Один моментально обчищает чужие карманы И передает украденному напарнику Который как бы ни при чем Таким образом, сам вор всегда остается чистым А у жертвы даже никогда не возникает мысли Что его обобрал именно тот человек Который только что ненароком его толкнул И потом так вежливо извинялся Все карманы уязвимы Абсолютно все Единственный способ сохранить свои вещи Не пускать их из видов Кстати, если вы думаете, что бумажник Который находится у вас в переднем кармане Никуда не денется То вы глубоко заблуждаетесь Стоит вам ненадолго отвлечься И у вас уже его нет Уличный попрошайка врет всегда Нет смысла его проверять Просто определитесь Чем быстрее, тем лучше Дадите вы ему то, что он просит Или нет Если ваше решение ничего ему не давать Никак не реагируйте на него Не смотрите в его сторону Не отвечайте на его вопросы Просто идите по своим делам Если вы все же решили дать ему то, что он просит Сделайте это быстро Как можно скорее уходите Итак, решайте сами Идти на поводу уличного попрошайки или нет В любом случае Надолго рядом с ним Не задерживайтесь Самое главное в манипуляциях со сдачей Это, конечно же, отвлечь внимание жертвы Хотя бы на секундочку И поверьте, этого будет достаточно Вы даже не заметите Как ловкий машинник Обсчитает вас на приличную сумму В тот момент, когда мошенники дают вам сдачу Они еще и пытаются отвлечь ваше внимание от ваших же денег Нечестные продавцы используют различные способы Забалтают вас с улыбкой на лице Суетятся и пытаются отвести ваш взгляд в другую сторону Результат один Вы берете сдачу, кладете ее в кошелек И даже не пересчитываете Продавцы постоянно имеют дело с деньгами При желании им ничего не стоит организовать себе Небольшую надбавку к жалованию Это может быть всего пара десяток с каждого клиента Что не слишком сильно ударит по карману покупателя Но если мошенник обсчитает каждого своего клиента В итоге может получиться кругленькая сумма Сергей и Стаси остановили свой выбор на небольшой площадке Рядом с выходом из метро Здесь они будут продавать мороженое И обманывать невинных граждан Есть масса способов обсчитать человека Смотрите внимательно, чтобы не попасться на эти уловки Итак, махинации со сдачей Это безумная любви Да, что там сцепилось? Давай Забытый вкус гладящего лета Попробуйте, попробуйте великолепное мороженое Молодые люди, приветствую Ходи в мороженку А есть такой длинный эскимо? Конечно есть Вот, не вопрос, давай эскимо Прошу, это вам Какая у вас мальчика модненькая? Это буддийский знак? Да То есть вы занимаетесь буддизмом даже? Мы увлекаем Серьезно? Да Ладушки, прошу, удачного бизнеса Спасибо Мороженое Купи по-мороженому, потому что жарко на улице еще Я расплатился Он расплатился, я поддержал просто И получили сдачу Больше 60-40 А меньше Он кинул нас Вскоре подходит еще один покупатель Хорошо выглядит На этой жертве Сергей опробовал новый трюк Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять Десять мороженого, смотри, чтоб не расставило Хорошо? Хорошо Хорошо Секундочку еще Погодите, погодите И вот это вам Прошу Пожалуйста Подходите еще Мороженое Ну, жарко, думаю, надо мороженого Подхожу Даю 100 рублей Дал мне кучу медных монет Мороженое Вот я стою радостно из мороженой Бутюк и валет Ну, примерно я смотрел, конечно Когда мне отчитывали Но что-то запамятовал Так Пересчитать могу 60 рублей, да? Да, аферист, аферист Но 20 рублей стоит Обманули меня на 20 Сергей использовал два разных приема Чтобы обсчитать этих людей В первом случае он отсчитал некую сумму И затем под видом нехватки сдачи Сунул руку в карман Куда сыпал часть монет Для покупателя Ничего подозрительного Мороженое Не проходим мимо Мороженое Со второй жертвой Он использовал технику Отвлечения внимания Он отсчитывает сдачу Прямо в руку На самом деле Сергей отвлек внимание Последней монетой Подняв ее вверх А сам в это время Забрал 20 рублей Прямо из руку жертвы Пожалуйста Еще одна жертва ушла Не заметив, что ее обманули Ммм, красотка моя Как дела? Привет, здорово Мы в плюсе Мы в плюсе, как всегда Потом посчитаем Опа Нырей Теперь очередь Стаси Она будет использовать другой прием Смотрите внимательно Сможете ли вы уловить суть ее действий Какой вам? Шоколадный Сейчас вам сдачу, да? Давайте 25, 30 35, 40 45, 50 55, 60 65, 70 75 80 рублей Все, до свидания Еще один покупатель уходит Даже не догадывает, что произошло 50, 40 Вместо того, чтобы досчитать до 100 Стаси останавливается на 80 70 70 70, 75 80 рублей Все, до свидания Постоянно, меня постоянно обманывают мороженое Меня никогда не обманывали, потому что просто он расплачивался, поэтому в принципе обманули его Мелкие покупки могут делать на меня бизнес На самом деле я, честно говоря, не очень сильно на это обращаю внимание, да, вот Но мне не очень как-то это приятно Буду себе всегда считать задачей, когда покупаю мороженое Вот так Что, я больше с тебя заработаю Все хорошо? Ну, все, слушай Целый день торговли принес неплохую прибыль Мошенники удаляются в приподнятом настроении Хороший бизнес, а? Да, замечательный Все, туда? Да Поможешь? Ну, не знаю Ну, давай, потихонечку Поехали Слышишь его? Ух! Если вы не хотите, чтобы вас обсчитали, то, во-первых, будьте внимательны, когда получаете сдачу Не стесняйтесь пересчитать деньги, даже если за вами собралась приличная очередь Ну, а во-вторых, считайте деньги, не отходя от кассы Как говорится, все гениально и просто Покупая автомобиль, старайтесь собрать максимум информации до сделки Если у человека есть ключи от машины, и он может ее вам показать Это не всегда означает, что он ее настоящий владелец Мошенники могут легко подсунуть вам краденой или специально взятой на прокат машины А после драки, как известно, кулаками не машут Запомните, только владея полной информацией об автомобиле, вы можете быть уверены в том, что вас не обведут вокруг пальца Смотрите далее Мошенники проворачивают ловкую аферу, используя проверенный временем трюк Эти молодые люди на этот раз оплачивают не только свой счет, но и счет Сергея Посмотрим внимательно на этот бокал, хорошо? Сейчас прямо на ваших глазах мошенники продемонстрируют, как получить в баре выпивку, не заплатив за нее ни копейки Вам предлагают спор и условия кажутся простыми, но это только кажется, поэтому не обольщайтесь Результат всегда один Мошенники побеждают, а вы угощаете их выпивкой Любите играть? Конечно Смотря во что Просто различные головоломки Давайте пойдем в режим А вы любите? Да А сам вы? Пришла очередь Сергея заключить пари Он выбрал жертв и уже заранее уверен в собственном выигрыше На этот раз никакого мошенничества Нужно лишь хорошенько подумать и вспомнить школьную программу Давайте посмотрим внимательно на этот бокал, хорошо? Смотрим Вот это высота Ага Это окружность Как вы думаете, что больше, высота или окружность? Именно высота Ну, может быть Так, визуально чисто высота Да, высота больше Сергей уверен, что он выиграет и дает ребятам фору Давайте сделаем вот так Можно взять? Да, я знаю Можно Просто надставим Ага Чуть повыше этот бокал Визуально стол еще выше Что? Они оценивают предмет спора и делают ставку на высоту стакана Хорошо, а если мы выиграем, что будет? Я выставляю каждому из вас по бокалу пива А если проиграем? Соответственно, вы мне каждому по бокалу пива Хорошо Поговорим Вы сказали? Ага Мы меряем Наступает момент истины С помощью бумажной ленты Сергей измеряет длину окружности Попреживаем Окружность И вот прямо здесь мы делаем маленький-маленький надрыв Надрез Все честно А потом производит наглядное сравнение Какая-то она длинная получилась Весьма длинная Смотрите Чистая геометрия То есть мы можем подложить еще пару мобильных телефонов? Ну да Ваш? Интересно И никакого мошенничества Господа Собственно говоря, игра на этом закончена Большое спасибо Сергей выиграл Кстати, по геометрии у него всегда были пятерки Для пытливых зрителей сообщаем Высота обычного пивного бокала 15 сантиметров Окружность 27,5 Жертвы обмана обычно испытывают стыд Чувство вины, смущения и гнева на самих себя Не вините себя Вы жертва Вина лежит на том, кто вас обманул Если вы сделали ошибку, признайтесь себе в этом сами И продолжайте жить дальше И не думайте, что вы глупы Любой человек хоть раз в жизни пострадал от мошенничества Итак, не корите себя, если вы стали жертвой мошенничества Аферисты оставляют в дураках даже самых умных людей Множество людей регулярно снимают наличности И производят иные операции с кредитными картами И год от года аферисты придумывают все новые и новые способы мошенничества Связанные с банкоматами Когда вы собираетесь снять деньги с кредитки в людном месте Будьте особенно бдительны Мошенникам нужна всего лишь доля секунды Чтобы подсмотреть ваш пин-код Отвлечь вас и завладеть вашей карточкой А уж отвлекать жертв Мошенники умеют просто виртуозно Мошенники выбрали этот торговый центр Для своей очередной аферы Сергей находится на своем месте Настя тоже на своем На паре костылей Сегодня дуэт жуликов покажет, как природная вежливость Может обернуться против человека Прямо сейчас афера Цена порядочности Для того, чтобы провернуть это дело Мошенникам необходимо найти подходящую жертву Им не приходится долго ждать За Настей почти сразу образуется очередь И аферисты делают свой выбор Сергей занимает свою позицию И ничего не подозревающая девушка окружена Смотрите внимательно Ой, девушка Девушка Ничего совсем не бывает Насте трудно Пройти мимо невозможно Жертва делает то, что сделали бы многие из нас Тут же свои услуги предлагает и Сергей Он обращает внимание жертвы на то, что ее карта все еще находится в банкомате Спасибо Точно дойдете? Спасибо вам огромное Да нет, все хорошо До свидания Теперь Сергей может сам воспользоваться банкоматом Жертва уходит со своей картой наличными А жулик завершает операцию Со стороны все выглядело вполне невинно Тем не менее, нашу жертву только что ограбили А она даже ничего не заподозрила Девушка рядом упала, что видела На костылях стояла Я же перепугалась, что с ней случилось Вроде ушла живая Мы спросили, где ее карта В кошельке Вроде положила в кошелек А ее ли это карта? Нет А как так? Константин Спирит Спирит Пытаюсь в банке узнать, кто этот человек И чья это карта Хотя, я так полагаю, это тоже карта не тех людей, которые это сделали А тоже Кого-то Кого вот так же обманули Если бы на карточке было Было имя девушки То я могла бы подозревать, что мы случайно карту с ней перепутали Все гораздо хуже Давайте еще раз посмотрим на эту аферу Жертва достает свою карту на виду Сергею очень просто заглянуть в свой бумажник И выбрать похожее Если вы пропустили это Взгляните еще раз Сергей смотрит через плечо жертвы Пока она набирает свой пин-код Теперь все зависит от того Удастся ли мошенникам грамотно рассчитать время Сергей ждет удобного момента Чтобы дать Насте сигнал отвлечь жертву Ой, девушка Когда жертва отворачивается, чтобы помочь Насте Настоящая карта исчезает из аппарата Сергей ловко подменяет ее Карточку, карточку, смотрите А, спасибо Поскольку Сергей подсмотрел код Он может без труда воспользоваться настоящей картой Украденной с помощью техники отвлечения Жертва уверена, что забрала именно свою карту Она даже не проверяет ее, что играет на руку мошенникам Теперь у Сергея есть карта И он знает пин-код Ему остается лишь опустошить банковский счет жертвы Аферист получил все, что хотел Дело сделано Удивительно, получив эти деньги Настя сразу же выздоровела В этом сюжете наши жертвы попадают в некоторую ситуацию Которая ее сразу расслабляет Естественно, что ни девушка на костылях Ни хорошо одетый молодой человек Не вызывает чувство опасности В тот же момент, когда сумочка падает Также естественно у нашей жертвы Возникает импульсивное желание Этой девушке помочь Наши жулики получают ту самую необходимую им паузу Чтобы совершить свои манипуляции с кредитными карточками Поэтому, когда вы совершаете операцию с банкоматом Помните о том, чтобы не отвлекаться ни на что посторонним Сергей и Настя быстро и профессионально провернули эту аферу Продуманная схема плюс тренировки И деньги в кармане у мошенников Самое главное, не позволяйте никому, ничему отвлекать вас Когда стоите у банкомата Не бойтесь показаться смешным, соблюдая меры безопасности И вы всегда можете обернуться, чтобы убедиться Что никто не подсматривает ваш пин-код Кстати, когда будете его набирать Прикройте клавишу другой рукой Ну а если вы все-таки случайно отвлеклись у банкомата Обязательно проверьте и карту, и деньги Которые только что сняли Смотрите в следующем выпуске Стаси и Сергей зарабатывают 50 тысяч рублей за два часа Продавая то, чего не существует Они же мне вернут деньги, они же сказали, что вернут Ну, они вернут мне Кольцо, приобретенное за копейки, приносит мошенникам приличную выручку Оно из 70 с лишним тысяч 70 с лишним тысяч Добавив к своей одежде несколько аксессуаров Александр и Сергей получают доступ к ценным вещам прохожих Реально, блин, телефона нету, как это, да? Они вытащили Не пропустите, в эту, казалось бы, простую игру почему-то выигрывает только Сергей Я уже кидал мячик, точно вот так вот летел Они же куда-то уходят Организованная мошенниками фотосессия позволяет им украсть украшение стоимостью в 250 тысяч рублей Вся эта ситуация была чистая подстава И нас кинули Будьте на чеху! Мошенники повсюду! И помните, если что-то звучит слишком заманчиво, скорее всего, вас обманывают Субтитры подогнал «Симон»!